Почти 2 миллиарда долларов из выделенных 4,5 МВФ летом Украине была мошенническим путем выведена в офшоры на счета приватбанка, принадлежащего Игорю Коломойскому, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сложно сказать, откуда у этого издания подобная информация, еще больше сомнений насчет ее правдивости. Речь идет о периоде конфликта Порошенко-Коломойского, когда вмешался посол США на Украине и Коломойский, понурив голову, бросил бороться за кресло губернатора Днепропетровской области, за участие в компаниях Укрнафта и Укртранснафта и отбыл в США. Насколько вероятны подобные уходы государственных денег на Украине, будущее денег, выделяемых МВФ Украине, а также судьбы олигархов мы обсудили с постоянным экспертом накануне ТВ, сопредседателем Народного фронта Новороссии Константином Долговым. Я думаю, что, конечно, эта информация нуждается в проверке, но то, что на Украине. И предыдущая власть. И, в общем-то, из самого начала на залезности к власти пришли те люди, которые ставили исключительно личное обогащение и использовали для этого, воровали не с прибыли, а с убытком. В Украине, как в стране третьего тура, возможно, все. Думаю подумать, что что-то изменилось в стране, которая последние полтора года, по вине собственного руководства, делась часть территорий, настроила против себя более 80% людей. Кунта и ее пособники-олигархи, конечно, выполняют сценарии, написанные Газдепом и послом США на Украине. Но при этом не забывают набивать свои карманы, распиливая не доходы, а бюджет, растаскивая ту помощь, которую оказывает любимая заграница в лице МВФ и Всемирного банка развития. Конечно, не вся помощь будет распилена. Остатки пойдут на войну, на подкуп армейского командования, на незаконную полицию, потому что законная милиция Кунте помогать не желает, но только не в развитии экономики. Обречены они потому, что крах украинского проекта Газдепа неизбежен. Кунта и пособники – негодяи и бездари. Они не справляются с поставленными посольством США задачами. Не зачистили Донбасс, не вернули Крым, не построили стену. Газдепу они будут не нужны после провала, уверен эксперт. Не завидна их судьба. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok